МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом в США. В штаб-квартире Минобороны Штатов ее принимает американский коллега Джеймс Мэттис. Госпожа министр, добро пожаловать в Пентагон. Вы здесь не впервые. Более того, вы во время неоднократных визитов провели в этом здании гораздо больше времени, чем я. Я-то на этом посту новичок. Так что особенно приятно, что сегодня моим партнером на переговорах является такой ветеран, как вы. И вы, и я знаем, что наши страны сейчас сталкиваются с одинаковыми трудностями и вызовами. Надеюсь, что мы сможем обсудить с вами главные из них во время сегодняшних переговоров. Переговоры между главами военных ведомств проходили за закрытыми дверями. Журналистов на них не пустили. Но уже после встречи стало известно, что речь на ней шла о сотрудничестве двух стран в рамках НАТО. Фон дер Ляйн заявила, что Германия поддерживает требования США об увеличении финансирования Альянса. В Донецке похоронили полевого командира пророссийских сепаратистов Михаила Толстых, известного по прозвищу Гиви. Церемония прощания с боевиком прошла в театре оперы и балета. В последний путь его отправили в закрытом гробу. На этих кадрах видно, что попрощаться с полевым командиром сепаратистов пришло множество людей. При этом жители территории, которые контролируют организацию под названием ДНР, пишут в соцсетях, что часть из них отправили на церемонию прощания принудительно. Судя по этим сообщениям, из Горловки и Янакиева централизованно везли сотрудников бюджетных организаций, а в самом Донецке на церемонию принудительно отправили студентов вузов. После прощания группу с телом Толстых доставили на кладбище у Донецкого моря. Там же похоронен еще один полевой командир сепаратистов Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Дорожное движение в центре Донецка при этом было перекрыто. На улицах и в центре города задежурили вооруженные сепаратисты. Напомним, боевик Михаил Толстых погиб 8 января в Макеевке. В кабинет здания, в котором расположена база находившегося под его командованием незаконного байонизированного формирования «Сомали», попал снаряд огнемета «Шмель». Такие огнеметы состоят на вооружении в российской армии. Представители организации ДНР, контролирующей часть территории Донецкой области, обвинили в гибели Толстых украинскую власть. Немецкие СМИ Москва посылает агентов, чтобы те внедрялись в мусульманские общины Германии и могли повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля. Кроме того, эти агенты добывают информацию о потенциальных террористах в мусульманских диаспорах в Евросоюзе и участвуют в акциях протеста. Собеседник журналистов рассказал, что лично участвовал в изготовлении фальшивых документов для таких псевдобеженцев. По его словам, российские агенты обосновались во многих городах Европы, в том числе в Гамбурге, Брюсселе, Париже и Лондоне. Авторы картины утверждают, что лично видели документы бывшего полковника ФСБ и что эти бумаги подлинные. Также они подчеркивают, что практика отправки российских агентов под видом беженцев существует уже несколько лет. Информацию, полученную от бывшего полковника ФСБ, косвенно подтверждают и немецкие спецслужбы. По словам главы немецкой контрразведки Ханса Георга Маасана, ФСБ специально содействует притоку в Германию радикальных исламистов. Отметили немецкие спецслужбы и резкий рост количества беженцев из Чечни. Во Франции удалось предотвратить масштабный теракт. Смертник собирался атаковать французскую столицу. Боевиков, готовивших нападение, поймали за многие сотни километров от Барижа. На юге страны, в городе Монпелье, расположенном в регионе Окситания. Полиция провела там рейды и задержала предполагаемых участников экстремистской группировки. Всего под арест попали трое мужчин в возрасте от 20 до 33 лет и 16-летняя девушка. Вычислить эту группу экстремистов удалось благодаря постам девушки в соцсетях. Она писала, что хочет отправиться воевать за ИГИЛ в Сирию или Ирак, а если это не удастся, готова устроить теракт во Франции. 20-летний молодой человек, которого эта девушка называет своим покровителем, по данным следствия и собирался стать смертником. Он находился в разработке Главного управления внутренней безопасности Франции. У задержанных изъяли взрывчатое вещество, которое часто используют террористы ИГИЛ. Такую же взрывчатку использовали во время терактов в Париже в ноябре 2015 года. В Германии хотят ускорить процедуру высылки из страны нелегалов, которым отказали в предоставлении убежища. Федеральный канцлер Ангела Меркель обсудила этот вопрос с премьер-министрами немецких регионов. На встрече говорили о создании центра для координации коллективных депортаций. Эту идею внесли представители федеральной земли Гессен. Представители других федеральных земель поддержали инициативу. По итогам обсуждения был составлен план из 16 пунктов. Его содержимое раскрывать журналистам не стали. Мы хотим показать всей стране, что серьезно относимся к вопросу депортации. Если судьи приняли решение о выдворении, все должны знать, что его скоро выполнят. Подготовка к депортации не должна занимать много времени. Мы должны организовать процесс так, чтобы он проходил максимально быстро. Инициативу немецких политиков раскритиковали в правозащитной организации ПРОАЗИЛЬ. Ее представители считают, что ускорение депортации положит конец знаменитой немецкой культуре гостеприимства. Это конец нашей культуры. Мы будем выгонять людей, которые прожили тут уже много времени. Мы построим огромную бюрократическую машину и создадим угрозу и отдельным семьям, и всему нашему обществу. Также под вопросом окажется баланс власти между федеральными и государственными органами. Немецкие политики объясняют свои действия ростом числа отказов в предоставлении убежища. Все больше нелегалов должны по решению властей отправиться из Германии к себе на родину. Но власти не успевают своевременно организовать процесс выдворения. В Нидерландах полиция изъяла крупную партию сырья для производства одного миллиарда таблеток экстази. Мешки и канистры с сырьем обнаружили в автоприцепе. Больший груз был припаркован вблизи деревни Риллан в провинции Зеландия. Это недалеко от границы с Бельгией. Всего в прицепе было 100 канистр гидрогена, 15 тонн каустической соды и 3000 литров химикатов. Приблизительная стоимость этих материалов – несколько сотен тысяч евро. Полиция, однако, не уточняет, сколько стоила бы партия наркотиков, которую собирались изготовить из этого сырья. Также нет информации о том, кто является владельцем груза и был ли кто-то задержан в связи с обнаружением партии веществ для производства галлюциногенов. Нидерланды являются одним из основных центров нелегального производства экстази. Немецкое золото возвращается на родину. Из хранилищ Федерального резервного банка в Нью-Йорке во Франкфурт перевезли 111 тонн драгоценного металла. Там они хранились еще со времен Холодной войны. Всего в нью-йоркских сейфах лежало более 1700 тонн золота. Пять лет назад часть драгметалла решили вернуть на родину. И начиная с 2013-го каждый год частями переправляли золото в Германию. Всего забрали 478 тонн. Еще 105 тонн вернули из Парижа. Там тоже хранятся часть немецкого золотого запаса. Все вернувшиеся в Германию золото теперь будут хранить в специальных сейфах во Франкфурте. Наши золотые запасы первоначально возникли за границей. Золото, которое наша страна приобрела во время экономического бума, потом разделили. Часть привезли в Германию, а часть оставили в других странах. Это вполне нормальная практика в финансовом мире. Мы и дальше продолжим хранить часть золота за границей. Золотой запас Германии – 3378 тонн золота. Его стоимость сейчас оценивают в 120 миллиардов евро. Это второй по величине запас драгоценного металла в мире. Германия уступает только Соединенным Штатам. Около половины этого золота хранится во Франкфурте. Все остальное – в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Напомним, золотой запас ФРГ начал формироваться в 1951 году, во времена так называемого немецкого экономического чуда. В Германии не хватает квартир. Жилья строят слишком мало, да еще и неправильных размеров. К такому выводу пришли специалисты Кёльнского института экономических исследований. По данным исследователей, за период с 2011 по 2015 годы в крупнейших немецких городах построили только 32% необходимых новых квартир. Особая нехватка жилья чувствуется в немецкой столице. Там строительство покрывает только 25% спроса на трех- и четырехкомнатные квартиры и только 20% на двухкомнатные. То есть Берлин остро нуждается в новых домах с небольшими квартирами. Но инвесторы не спешат возводить такие дома. Их главная цель – получить прибыль. И если они сталкиваются с ограничениями земельных участков, то пытаются выжать из земли по максимуму и строят дома с большими и более дорогими квартирами. Вторая проблема состоит в том, что большинство новых домов предназначены для продажи, а не для съема. Итог у всего этого один. Даже когда на рынке появляются новые дома с небольшими квартирами, их стоимость часто не по карману среднестатистическим берлинцам. Частные строительные компании знают об этой проблеме, но пока не готовы строить более дешевые дома. А государственные компании часто просто не в состоянии покрыть растущий спрос. Ситуацию еще больше усугубляет рост цен на землю, которому способствуют спекуляции через хедж-фонды. Эксперты Кёльнского института экономических исследований считают, что решением этих проблем должно заняться государство. Ведь спекуляции можно предотвратить только на федеральном уровне. Также именно государство может предложить частным строительным компаниям финансовые стимулы для строительства более дешевых домов. Это могут быть субсидии, которые, например, будут зависеть от количества двух- и трехкомнатных квартир в новых домах. Роланд Хефтер – музыкант из Мюнхена. Он сам пишет песни, исполняет их в пабах, с группой записал четыре альбома. С недавних пор Роланду влекся политикой. И не немецкой, а международной. Ему не дает покоя новый президент США Дональд Трамп. Он не хочет сделать Америку великой. Он хочет сделать Америку белой. А параллельно он хочет растоптать все американские ценности, которые для меня важны. Свобода, терпимость, демократия. Для этого типа как бельмо на глазу. Роланд решил не сидеть сложа руки. Трамп – бизнесмен? Так он и предложение ему сделает деловое. Музыкант готов заплатить лидеру США полтора миллиона евро. Это сумма зарплаты президента штатов за четыре года. Пускай берет деньги и убирается из Белого дома. У самого музыканта, конечно, никаких миллионов нет. Так что он собирает пожертвования через интернет. Уже собрал больше четырех тысяч. Пожертвования на то, чтобы сместить Трампа, сделали около трех тысяч жителей ФРГ. Средняя сумма вложения – один-два евро. Мнения людей, которых корреспонденты опросили на улицах по поводу этой инициативы, разделились. Не знаю, идея, конечно, странная, но я бы пожертвовал. Может, что-то и получится. Да, я бы пожертвовала. Отличная идея. Хорошо, этот музыкант все придумал. Это все звучит очень весело. На самом деле больше похоже на жест отчаяния. Если честно, я настроен весьма критично. Это не сработает. На то, чтобы собрать полтора миллиона, у Роланда Хефтера осталось не так много времени. Сбор будет идти до 20 апреля. Даты, когда Трамп будет находиться в должности, уже сто дней. Но музыкант не унывает. Нет, если нужная сумма не наберется, или если Трамп откажется уходить из Белого дома за полтора миллиона евро, он передаст все собранные деньги Amnesty International. Видеоперформанс «Он не разделит нас», устроенный актером Шаи Лабафом и двумя его соавторами, закрыт. Такое решение приняла администрация Музея движущегося изображения в Нью-Йорке. Она сочла, что художественная акция провоцирует скандалы и насилие. Лабаф и его товарищи художники установили камеру потокового видео у здания музея 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. Они призывали прохожих произносить на камеру фразу «Он не разделит нас». По задумке, аттракцион должен был действовать все четыре года президентских полномочий Трампа. Полиция арестовала Лабафа 26 января из-за стычки с одним из посетителей музея. Учреждение заявило, что камера представляет собой серьезную и постоянную угрозу общественной безопасности. По словам представителей музея, инициатива поначалу носила конструктивный характер, но позже вылилась в серию скандалов. 10 февраля Лабаф опубликовал в Твиттере видео с текстом «Музей нас бросил». Сам актер и его друзья-художники прекращать свою акцию не собираются. Созданная в 2016 году компания «Сад Революшн» из Врослова задумала совершить революцию в коммерческом использовании спутников в Польше. Ее инженеры сконструировали аппарат, который будет доступен самому широкому кругу пользователей, говорит глава фирмы Гжегош Жволинский. Мы хотим, чтобы космос стал людям ближе, чтобы не только крупные корпорации, но и любой человек, увлеченный космосом, ученый или просто любопытный, мог сесть за компьютер и воспользоваться данными с нашего спутника. Аппарат, получивший название «Святовид», наблюдатель имеет размеры 10 на 10 на 20 сантиметров и весит 2 килограмма. По словам разработчиков, он полностью отвечает международным требованиям, предъявляемым к сверхмалым искусственным спутникам Земли — Кубсатом. Фирма планирует запустить в космос целую группировку своих изделий. С помощью специального приложения пользователи смогут приспосабливать их к своим нуждам, например, наблюдать за фермерскими полями. Они позволят увидеть, как себя чувствуют посевы, сухие они или влажные, каково состояние растительности в том или ином районе, здоровые растения или больны. Это лишь одна из возможностей, которую обеспечат обработанные нами данные. Продукция компании «Сатреволюшн» предназначена для съемки поверхности Земли и наблюдений за поведением ее магнитного и радиационного полей. Другие сферы применения — прогнозирование погоды, навигация, мониторинг окружающей среды и доступ в интернет. Не исключено и военное использование аппаратов. Слоны в нарядном убранстве, сотни танцоров, барабанщиков и артистов приняли участие в красочном шествии, приуроченном буддийскому празднику Навам Пирахера. Фестиваль проходит ежегодно на улицах столицы Шри-Ланки — Коломбо и посвящен первому собранию буддийской общины острова. Шествие слонов, одетых в расшитые золотом попоны — кульминация парада. На спине одного из животных монах везет список подвигов правителей острова. На втором восседает начальник сановников, а на третьем размещен сверкающий ковчег, в котором, как гласит поверье, находится священный зуб Будды. По данным организаторов фестиваля, тысячи туристов съехались из разных уголков света посмотреть парад. Я очень счастлива, что смогла увидеть празднование в честь Будды. Очень рада быть здесь. В таком масштабе праздник отмечают с 1979 года. Одно из самых пышных мероприятий Шри-Ланки завершается только под утро. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова